всем привет 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 начинаем нашу прямую трансляцию я веду прямую трансляцию в инстаграм и вконтакте чтобы больше людей могло получить этот урок прямой эфир будет идти именно в виде урока сейчас одну секундочку как построить сильную команду это будет тема тема нашего урока команды я просто пишу сейчас и не закреплю итак всем привет уже окончательно я с вами я свой кофе не успела выпить поэтому буду вкушать его в компании с прекрасными людьми благо в нашем бизнесе мы можем делать все параллельно получать удовольствие сразу скажу что тема будет касаться сетевого маркетинга поэтому только те люди которым это интересно которых интересует эта тема могут остаться я попрошу людей которые просто пришли побаловаться не мешать потому что другим людям это очень интересно хочу представиться меня зовут елена коваленко почему собственно вы меня должны слушать сегодня да потому что тема наша как построить сильную команду в сетевом бизнесе она может пригодиться любому предпринимателю сетевого бизнеса и почему я имею право рассказывать вам об этой теме потому что я сама с нуля за четыре года в партнерстве со своим мужем владимиром коваленко построила очень сильную очень мощную структуру команду и те партнеры которые сейчас с нами это просто партнеры которых можно мечтать очень многие из вас сейчас пришли на этот прямой эфир и я хочу у самого начала выразить благодарность всем партнерам потому что на самом деле если тебя в команде нет партнеров которые делают результаты никто и никаким лидером ты естественно считаться быть не может поэтому благодарю вас всех всем привет очень рада что вы присоединяетесь и мы вышли на результат за четыре года сейчас мы премиум бриллиантовые директора сетевой компании белоси и в открытом статусе вице-президенты поэтому я считаю что я имею право обучать этой теме и имею право сейчас попросить вас внимательно выслушать меня внимательно пройти этот урок потому что то что я буду говорить я буду делиться теми моментами которые сработали у меня применять или нет это уже ваша история ваше дело но поверьте то что я буду говорить это дорогого стоит это ценного стоит поэтому я вас прошу выключить сейчас мобильные телефоны если вы серьезно настроены и записывать по пунктам некоторые моменты потому что это действительно будет цену я хочу с вами поделиться я хочу уделить вам свое время и хочу чтобы это прошло не зря чтобы действительно для вас это было очень полезно и так тема нашего прямого эфира как построить сильную команду из сильных ключевых партнеров и сильных лидеров в млм бизнесе неважно в какой компании да но эти все методики я рекомендую применять и самое главное как людей удержать да потому что некоторые умеют пригласить людей но удержать их очень сложно кто согласен с тем что сейчас говорю что пригласить легче удержать сложнее поставьте пожалуйста плюсики откликнетесь как-то можете лайки ставить я буду очень рада и вообще если вам очень сильно откликается какая-то тема да реагируйте как-нибудь потому что вот сердечки например да пишите что-то потому что надо чтобы вы со мной вместе проработали знаете когда ты просто вещаешь и люди слушают в одно ухо влетает другое это бесполезно для всех да это трата времени а если вы тоже участвуете в этом вовлекаетесь отвечаете мне сдаете свои вопросы это значит что вы прорабатываете эту тему то есть для вас же это большой плюс я очень рада что вам откликается я вижу что у многих проблема удержать людей и сейчас я расскажу как это делаю я вам и буду рекомендовать вам какие-то моменты так поехали давайте начнем с самого главного да вот когда к вам приходит человек какова ваша мотивация по отношению к этому человеку их может быть всего лишь две первая мотивация заработать с него побольше денег а что там будет с человеком вам по барабану да а вторая мотивация это дать возможность человеку заработать стать счастливее сделать счастливее своих детей свои семьи кого то еще вокруг и автоматически вы тоже станете богаче и счастливее вот я лично сначала когда пришла в бизнес вот скажу вам честно не таясь у меня было первое как снять с людей бабло ну вот было такое ребят ну не буду вам врать да но в процессе когда я увидела что это не работает и стала проходить определенные тренинги учиться у людей у которой которые зарабатывают миллионы да действительно мы с мужем очень много обучались мы ездили на тренинги мы прокачивали себя как личности да почему я говорю что все время надо обучаться и самосовершенствоваться я поняла что это не работает потом я еще прочитала очень интересную книгу у меня она прям откликнулась миллионер за минуту я прям вот вот прям видела что я делаю не так и там говорится что есть два вида миллионеров есть миллионеры которые разрушают этот мир а есть миллионеры ну только ради своей выгоды которые несут благо и благодаря этому что они хотят действительно ну кстати Наташа Гутерова сейчас ее читает я причем рекомендую ее именно купить потому что там книга так построена что ее нужно отчитать там с двух сторон ее читаешь и это и вовлекает тебя да это и дает тебе полезность так вот именно люди которые ну вот миллионеры там называются просветленные миллионеры почему они просветленные потому что это люди которые несут определенную миссию добра да на эту землю они зарабатывают свои деньги с целью сделать счастливее других людей и ну может быть сейчас кому-то из вас это будет непонятно да но но хотя бы уловите идею что все в этой жизни как-то взаимосвязано если ты сеешь добро ты его получишь обратно обязательно да в десятикратном размере если ты только из каких-то корыстных целей что-то в этой жизни делаешь то скорее всего тебя постигнет неудача это будет разрушительно вот то что я рекомендую сделать вот в первую очередь да понять что чем больше ты будешь работать тем больше пользы это принесешь другим людям вот и все и очень часто люди чего-то боятся сделать они боятся там ну к примеру рассказать о себе в видео рассказать о бизнесе рассказать в прямых эфирах написать пост ну к примеру да и они тем самым блокируют подачу другим людям своих знаний кому-то это знание могут пригодиться да поэтому прежде чем пойти на поводу своих страхов подумайте а что вы сейчас не дадите полезного человеку и он просто может быть от этого несчастен где-то да вот он должен вас был услышать чтобы построить свой бизнес а он вас не услышал потому что вам видите ли страшно в прямом эфире рассказать о чем-то да ну вот подумайте об этом второй момент работайте только с ключевыми партнерами объясню сейчас подробнее да у кого из вас такое было что приходит пять человек к примеру к вам в команду вы отдаете себя всего отдаете все знания идете с ним а он просто ну я называю там морозится от вас да было такое а вы опять слушай ну ты что ну ты же здесь миллион можешь заработать там ты можешь еще получить автомобиль и так далее и тому подобное он да 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 появился вдруг ни с того ни с сего вы опять ему выложились просто отдали кучу своего времени а он опять так вот это ребят не ключевой партнер вот это не ключевой партнер да напишите мне какие признаки ключевого партнера вот кто как считает какие признаки вот у каждого да практически такое было и наша большая ошибка что мы тратим свою энергию свои силы на тех людей которыми по сути это то и не нужно но не хочет он машину он может и сказал ну да было бы неплохо да хочу вот пришел но по сути он к этому не готов его конкретно устраивает та ситуация которая у него есть зарплата двадцать тысяч там с восьми до шести где его там нагинают по полной да к примеру или он едет через весь город на свою любимую работу мы же для таких наш бизнес предлагаем я никогда не предлагаю бизнес человеку который и так любит свое дело например врач педиатру который с утра до вечера у него куча клиентов да деток он их лечит зачем я буду предлагать этому человеку уходить сетевой для чего нет ребят вот сейчас вы отвечаете да самостоятельность ответственность это не просто присутствие в команде его каждый день видно слышно правильно да мариночка правильно ты все говоришь знает зачем пришел Кристина пишет идет к своей цели Ира активность заинтересованность Алина начинает действовать после общения Юлечка стремится к обучению Катюша человек который проявляет интерес и подожди на меня я поняла что обучается Люда пишет обучается интересуется активничает да ребят это тот человек от которого веет научи меня я здесь я тут он мне Джимми Чу написал привет красотка малышка Джимми Чу да хорошая обувь у Джимми Чу классная обувь у тебя Джимми в общем отвлеклись немножечко а вот Ира пишет мне нравится моя работа мне нравится мое хобби но мне нужен сетевой это второй вариант Ир есть люди которые любят свою работу они могут совмещать но первое они там действительно мало получают они не могут самореализоваться тогда они идут и второе старым своим бизнесом лайфстайлом хобби они берут сетевой маркетинг и они умело это совмещают почему потому что им это нравится они сетевой маркетинг и первую свою работу они расценивают как каторгу понимаете и поэтому у них все получается а если ты ненавидишь а свою работу да ты идешь сюда как на каторгу и бы это еще пришел сетевой о боже мне еще чем то надо заниматься я это тоже терпеть не могу то о каком результате тут может быть речь ты не там не там не будешь выкладываться и ты сам себя сделаешь несчастным и тех людей которые к тебе придут поэтому когда я пишу пост например о том что хватит работать там на дядю да приходи в сетевой есть недовольные люди которые говорят ты сбиваешь с пути юные таланты которые может быть там стали бы врачами и так далее я не хочу чтобы правильно люди понимали мы предлагаем это только тем кому это действительно нужно но если человек счастлив и доволен своей профессии и он еще и умеет зарабатывать там деньги у него даже не возникнет вопроса что я пойду в сетевой зачем ему это надо и не тащите в сетевой всех подряд третий важный момент это позиционировать позиционируйте себя на рынке прекрасно плохо зарядила телефон и поэтому у меня 10% осталось сейчас я быстро тут мероприятие проведу по подсоединению у нас вот такая классная штука ребят чем больше у вас классных гаджетов которые помогают вам работать тем вы будете продуктивнее не жалейте деньги на гаджеты на запасные батареи на наушники беспроводные потому что это то что просто вас будет спасать так единственное что я буду чуть кривая мне кажется вот такая немножечко кривоватая ну ничего итак позиционирование правильно себя позиционируйте перед людьми гордитесь тем что вы чего вы достигли гордитесь тем что вы уже изучаете да что вы знаете транслируйте это людям и если человек опять же если человек не является вашим ключевым партнером не хватайтесь за него не держитесь так же если вы чувствуете что этот бизнес человеку не нужен не лезьте к нему на голову не заставляйте его идти в сетевой маркетинг вот это правильное позиционирование имейте чувство такта имейте чувство да почувствуете когда вам нужно закончить человеком разговор предлагать нужно скажем так большинству если не всем то большинству да вы же можете сделать человека которому бизнес не нужен своим просто клиентам например да дать ему возможность продукцию просто у вас покупать это тоже большой плюс это тоже деньги да это тоже не надо отметать так позиционирование это ваше большое я на рынке млм да как вы себя показываете человеком следующий момент тут себе немножечко план такой разработала да чтобы тему еще раз я повторю как построить сильную команду в сетевом бизнесе и удержать ее и кто я меня зовут Елена Коваленко я премиум риллиантовый директор компании биоси топ лидер компании и открыт статус вице-президент и поэтому я и рассказываю вам обо всем этом сейчас удалю некоторых товарищей потому что отвлекают немножечко засоряют засоряют эфир особенно почему-то это в контакте вот в инстаграм таких товарищей нет которым заняться нечем и сидят ерундой ерундой всякой так следующий момент да когда к вам приходит человек вот вы познакомились с человеком да у вас всегда должен быть скрин переговоров он у вас должен быть как в текстовом виде так и вы должны понимать что текст работает только тогда когда вы не можете сказать человеку голосом или когда он не может голосом прослушать вас да или посмотреть какие-то видео то есть самое идеальное если человек откликнулся постараться его перевести или на звонок да чтобы с ним созвониться но честно говоря многие люди немножко этого стесняются боятся поэтому вам надо выяснить как человеку комфортно с вами провести первый переговор да он откликнулся и говорит да мне интересно что это за бизнес звонок идеально потому что вы во время разговора с человеком сможете действительно простроить качественный диалог второй момент если человек не готов спросите есть ли возможность пообщаться голосовыми или хотя бы послушать мои потому что ваш голос передаст не только информацию грамотно но и ваши эмоции поверьте текстом очень часто искажается передача информации и это так кто со мной согласен никто не согласен соглашайтесь и так третий момент если голосом человек не может ни так ни этак вы уже тогда пишите текст да и если вы человеку скидываете скидывать видео вы тоже пожалуйста интересуйтесь есть ли возможность это видео просмотреть все вы с человеком провели консультацию да и далее он говорит все я хочу согласен что мне дальше делать первое что вы должны прояснить какая у человека цель вы знаете очень часто когда я задаю вопрос а какая у тебя цель вот смотри у нас есть допустим вот такие вот уровни с такими-то зарплатами да есть табличка например ты вышел на менеджер у тебя такая-то зарплата вышел на вице-директора у тебя зарплата такая-то премия такая-то автомобиль квартира путешествия так к примеру ну не знаю ну может там тысяч сто а может и там а я не знаю откуда я знаю сколько можно заработать по факту ну я ж вы объясняете человеку сразу эфир да подвисает ребят у всех-то объясняйте человеку что батарею эту я подсоединила но я ее не включила и она у меня походу разряжена ладно сейчас мы будем стараться пойти другим путем дотянуться до розетки в чем тут манипуляции сейчас у меня будут происходить разнообразные разнообразные так у меня-то получилось тут еще надо подпереть чем-то потому что у меня шнур как раз в том месте где ну да ой 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 вот так так норм да так поехали далее вот далее поехали с вами о чем я все говорила о чем я говорила о чем я говорила напомню о том что человек уже заинтересовался вы ему говорите что ты хочешь зарабатывать добейтесь от него сколько денег он хочет заработать через месяц и через три месяца ну ну реально если вам человек говорит ну я через месяц хочу ну ты еще на сто выйти да и вы понимаете что ну товарищ ну не получится пока так да я понимаю что мы все хотим вы ему просто четко и нормально объясняете что смотри я тебя могу научить как через месяц выйти там на какую-то сумму да например на десять тысяч почему потому что ну во первых ты новичок совсем да к примеру тебе нужно все настроить тебе нужно научиться и спасибо за подсказку ребят и ты должен понимать что это для тебя новый бизнес все таки так быстро ты на такую огромную сумму не выйдешь я не хочу тебя обманывать рассказывать тебе сказки ведь если вы скажете на сто штук вообще без проблем давай а человек на них не выйдет да и даже близко не приблизится то какой будет результат он скажет слушай что ты мне тут сказки рассказываешь я очень часто вижу людей которые приходят после сказочных обещаний спонсора из других компаний да они там ты выйдешь на доход пятьдесят тысяч в первый же месяц все я сейчас тебя научу конкретно тебя да и он за год не выходит да по каким-то причинам ребят ну причин там может быть много может он сам ничего не делал вот и все поэтому ты узнал да так смотри десять тысяч я я тебе помогу но обязательно делать определенные действия у нас есть система ты по ней идешь все делаешь у тебя нет но и так далее и тому подобное и ты уже смотришь да если человек не вышел на эту сумму через месяц на эту зарплату то какие-то моменты он сто процентов не доработал где-то вот так вот таким вот образом ты уже ему можешь показать на эти моменты да и вы будете идти дальше а если ты ему скажешь неизмеримую несоизмеримую сумму то это конечно ты будешь ну скажем так обманщик вот тут вопрос а если я не вышла сама на такую сумму как я могу сказать что я могу научиться сама не сделала Алина ну вот здесь нужно говорить как есть да то есть человек пришел говорит я хочу десять тысяч ты говоришь есть система я сама еще на нее тебе скажу честно не вышла знаешь почему да потому что не доработала ну вот есть у меня такое я не доработала Вася, Маша и Петя выходят на такую сумму а я вот такая вот засраночка вот не сделала еще но я беру на себя ответственность за это и знаю что я могу это сделать и хочу сделать с тобой партнерство мы с тобой быстрее выйдем на эту сумму но ведь это же на самом деле согласитесь каждый перед собой вот честно если ты еще не на сумме которую ты сам себе поставил да это просто твои недоработки чаще всего чаще всего ребят это так потому что есть звук потому что я анализирую очень очень много таких ситуаций и в большинстве в большинстве ситуаций человек не применяет все то что я ему даю все и он не выходит поэтому цель в деньгах в автомобилях во всем что человек может получить абсолютно во всем должна быть быть второй момент да по цели вот цель поставлена и вы должны понимать да вы должны человеку сказать смотри если ты хочешь выйти на результат то ты должен уделять приблизительно я не могу тебя все хотят четкости но каждый работает в своем темпе поэтому нельзя сказать что человек четко будет делать допустим шесть часов и ты выйдешь на результат это бред ребят приблизительно да вот ты на работу ходишь с девяти до шести ты получаешь двадцатку здесь если ты будешь с девяти до шести тоже работать так же как там на основной работе да я тебе обещаю да что если ты будешь все выполнять через месяц десять через два месяца двадцать тридцать то есть ты на двадцатку выйдешь через два месяца но на третьем тебя уже там допустим тридцать тридцать пять сорок приблизительно да вот прямо пропорционально ты будешь как то так расти четкие суммы но никогда и сроки никто не скажет но не бывает такого это не математика чистая это человеческие отношения и тут все зависит от многих фактов но приблизительно все может быть в таком темпе да ты говоришь ты должен делать уделять приблизительно столько то времени и какие четко действия вы тоже должны рассказать например если у тебя как у спонсора есть школа есть этапы рекрутинга значит что значит ты говоришь мы с тобой вот например школа на две недели это четырнадцать дней мы с тобой каждый день там четырнадцать уроков например мы с тобой каждый день проходим по уроку утром я тебе даю задание вечером ты мне задание выполненное сдаешь но ты выполняешь абсолютно все что там есть без всяких этого я делать не буду это я боюсь это то это все естественно вы ему помогаете это нет ни в коем случае человек медленно должен выходить из зоны комфорта растяжку делать да скажем так назовем это и чтобы это для него тоже было не травматично а комфортно потому что если он раньше этого не делал вы ему кучу заданий дадите он сольется да и очень хорошо если в вашей школе есть психологическая поддержка цель поэтому план в этот план входит время плюс определенные действия да то процентов 90 вот я из практики это вижу что он выйдет на свою цель за один месяц процентов 90 опять же смотрите вы очень часто обижаетесь на людей да которые не делают что то объясняю есть разные психологические типажи людей есть человек который может идти по схеме и в конкретные временные отрезки это все делать вообще на самом деле любой человек может но для кого-то это психологически немножечко сложнее да плюс тут примешивается лень плюс тут примешиваются еще какие-то моменты да и он в итоге это не делает поэтому вы у человека спрашиваете ты готов работать по четкой схеме сегодня задание вечером выполнил сегодня задание вечером выполнил или ты идешь свободное плавание свободное обучение я тебе даю схему систему и когда у тебя получается что ты мне даешь обратную связь но тогда то что мы тебе написали через месяц будет где-то через полгодика приблизительно опять же я не могу даже через полгодика гарантировать и ты должен понимать что команда твоя которая будет приходить что тебе восемь другом на беседуе почему потому что они пришли при их спонсор на кого они должны смотреть естественно на тебя и человек сразу понимает так делаю действия получаю не делаю действия сам виноват все вопросов больше не иметь поставили что в любом бизнесе когда ты заключаешь с партнером договор ты прописываешь важные моменты но здесь почему-то многие этого не делают так вот здесь нужно делать то же самое понятно это расскажите пожалуйста что я сейчас говорю отреагируйте отреагируйте пожалуйста чем у меня все спрашивают замужем я или нет да я замужем в очень счастливом браке с двумя детками поэтому вот прям все хорошо мужчины любовников не ищу так следующий момент правильное построение да от этого тоже очень многое зависит ребят меня видно слышно вообще вы тут отреагируйте всем все понятно да то о чем я рассказала так и поехали дальше правильно построение да вот у вас есть люди теперь нужно правильно построить команду моя рекомендация не придумывать ничего нового не сочинять а взять зарядка которая подключила айпад она слабоватая вот такая а должно быть вот такая у меня кстати с техническими моментами всегда были сложности конструкторские технические спасибо мужу в этом в этих делах поэтому первую линию уберете 5 человек 5 ключевых партнеров вы являете в них своих ключевых партнеров обучаете их по полной и тогда вы начинайте помогать им выйти на первую лидерскую ступеньку но у нас в компании это вице-директор как человек обучен человек уже умеет рекрутировать мой звук да пропадает это моя рекомендация да не все так делают моя рекомендация как лично я делаю потому что всех разные методики я про свою сейчас рассказываю никому я не навязываю если человек вы видите он отлично уже прошел школу он на умеет рекрутировать он уже делает действия такие ну это надо почувствовать вы начинаете помогать человеку с новичками он рекрутирует сам активно вы даете своих новичков и и человек в два раза быстрее растет на звание то же самое он потом дуплик дуплицирует вас делает со своими со своей команды и я считаю это правильно это правильно потому что если человек старается а таких немного обычно да почему лидера в принципе немного ну потому что немногие хотят пятую точку поднять свою и что-то сделать но на самом деле это так не слышно меня меня слышно ребят ну что ж такое слышно хорошо мои любимые я рада что слышно поэтому систему построения я вам сказал у нас в школе есть видео как правильно строить у меня на канале youtube есть могу потом сториз записать скинуть ссылочку как правильно строить команду и почему самое главное и мне меня очень смущает когда приходят люди из других компаний их учат действительно неправильно по моему мнению строить команду они сами же говорят что у нас рассыпаются ветки а потом приходят и говорят а почему вы так не строите команду да потому что у вас ветки там рассыпаются ну не просто же так это происходит а у меня лидеры пришли и они работают и они здесь и строят свои команды да ребят кстати меня часто спрашивают у вас вообще не уходят люди уходят уходят но вы знаете я обратила внимание на то что уходят те люди которые подсознательно мне ну скажем так не подходит наверное по энергетике вот так я скажу которые несут немножко другие другую миссию у которых немножко другие цели в этой жизни да и которые возможно ну ведут себя по отношению к другим людям так как лично мне не нравится да и возможно я их даже подсознательно отталкиваю где-то где-то как-то я с ними себя не так веду и очень часто если такой человек уходит признаюсь вам меня внутри и относится к людям да вот это очень явно очень видно да когда человек входит в другую компанию например как он себя вести начинает по отношению например к тем партнерам с которыми он здесь дружил как он поливает грязью например команду нашу или компанию и я понимаю что хорошо что этот человек ушел сам это делить потому что чтобы было дальше с таким партнером да привет девочки привет ребята приятно очень что вы пришли поэтому не бойтесь когда не бойтесь терять партнеров тех которые ну вам не нужны лично вам да у каждого своя энергетика и у каждого свои люди у меня в инстаграм почему-то все время пропадает сейчас меня видно слышно ребят может вконтакте переходите вконтакте вообще по моему не было проблем но там садится батарейка у меня на айфоне ладно идем дальше просто очень много информации так как один большой урок да я понимаю много времени но кому это нужно кому это нужно он здесь да и найдет время построение мы сказали что еще хочу вам сказать смотрите как вы себя ведете с людьми что вы вообще как вы себя позиционируете в плане отношения к человеку который к вам пришел очень многие начинают у себя строить боссов да то есть ага ты ко мне пришел класс я наконец то почувствую я себя не самореализовал на наемной работе потому что сверху был директор а тут я теперь твой директор все вот это я оторвусь и человек начинает просто относиться к своим партнерам которые по сути являются партнерами не наемными работниками а он начинает себя вот так вести да то есть с позиции я звезда я твой начальник убирайте ребята это с вами никто не останется тогда маленькое количество но это останется количество людей которые позиционируют себя как наемные рабочие и они лидерами у вас не станут поймите если вы хотите чтобы у вас в команде оставались сильные лидеры приходили и оставались то позиционируйте себя только на партнерских отношениях с этим человеком пожалуйста никаких командований да или каких то таких вот моментов я твой начальник нет останутся люди которыми вы будете начальник и вы будете все время их тянуть за за шею запомните пожалуйста компромиссы находите с человеком компромиссы да и будьте с ним лоят вот сейчас себя именно так ведет да исполните а не вели ли и вы себя когда-то точно так же пример мой личный да я раньше очень сильно любила впадать в позицию пожалейте меня позиция жертвы прям ну очень любила ой как мне плохо ой как тяжело с ребенком там еще что-то это ж надо поработать бедная и несчастная и тогда я пришла в бизнес мой спонсор Марина Соколенко она очень явно это на себе прочувствовала я приходила к ней жаловалась ой какая плохая компания какая там какой ужасный бизнес вообще зачем я сюда пришла ввязалась в это и Марина говорит Марина всегда так сидела и меня просто слушала молча и кивала вот она просто выслушивала это все я от нее уходила тогда я ее прорывала она говорит я приходила к мужу просто трехэтажным матом я тебя материла и было так ребят было так и что вы думаете когда у меня пошел рост Марина мне сказала Лен ты вообще не росла и как только ты осознала что это же твой бизнес и как ты себя будешь здесь вести как ты будешь на него смотреть ты будешь все время говорить что все плохо у тебя будет хреново все а если ты будешь понимать что да блин круто мне вообще жизнь дала возможность прийти в эту компанию в этот бизнес я расту у меня деньги мои дети довольны муж доволен все довольны да я такому количеству людей даю возможность помогаю и вот вы поймите это да вы видите плюсы постоянно и и Ира вот пишет трудно поверить да было так и поэтому я и прошла этот путь вот той на том этапе на котором нахожусь я она говорит посмотри сейчас на себя сейчас на человека который всем доволен и учит этому людей да что да все круто ну бывают какие то конечно моменты там когда я чем-то недовольна и могу позвонить опять же звоните только спонсору жалуйтесь если что-то не так не надо это опускать своей команде не надо вы вот у вас например мимолетный какой-то будет негатив да ну что-то вот не так вам сделала компания или ну вот не понравилось вам если вы это вынесите в массы люди зарядятся этой негативной энергией у вас по уходят люди понимаете я вижу это кругом и около я прошу девочки объяснить рассказать дать какую-то книгу почитать ну в общем что-то такое ребят да что ж такое вообще да ничего не слышно в инстаграме ладно идем дальше следующий момент вообще зависло все да кина не будет не могу понять что сегодня происходит с интернетом причем только у меня все повторить все повторить может в контакте пока побудете еще если у кого получается в контакт сейчас слышно вот напишите когда слышно и я постараюсь повторить надеюсь в записи в контакте все прекрасно давайте вот я не буду тогда повторять а вы в контакте просто посмотрите запись хорошо потому что мы иначе тут останемся надолго ребяточки хорошо все я дальше иду смотрите люди запомните пожалуйста что лидер это самостоятельная единица спасибо за стрелки на самом деле это эффект эффект в инстаграме в контакте этих стрелок нету маски творят чудеса итак поехали дальше запомните большая ошибка когда человек помогает расти лидеру он делает за него его работу и когда человек становится лице-директором он не может самостоятельно работать так быть не должно во первых вы оказываете человеку в первую очередь медвежью услугу и обязательно обязательно вам нужно человеку просто помочь выйти на результат то есть дать ему все знания и дать ему самореализоваться как лидер он сам должен уметь работать в своей команде должно быть так вот он выходит на лице-директора и просто сам работает и ему не нужна практически ваша помощь такой огромный плюс во первых за таким лидером пойдут за таким как он дальше он сможет учить свою команду они будут за вас держаться да как ребенок за мамину сиську будем говорить блокируем сразу некоторых товарищей ну это самый большой плюс а второе вы сможете дальше строить свою команду и расти в статусах потому что если вы будете постоянно работать только со своими директорами вы вот с тремя работаете и все понимаете и у вас ни времени ни сил уже не будет строить дальше команду и очень у многих такая ошибка я это вижу вот они уцепились как мамка да и не дают свободы и все за них делают строят за них команду рекрутируют за них хорошо давай мне своих людей я буду за тебя с ними работать нет нельзя не потому что ты такой плохой а потому что твой человек не будет самостоятельным лидером в ней когда поэтому твоя задача научить человека быть лидером и отпустить его он вице директором стал он сам работает конечно ты ему помогаешь конечно у него будут вопросы к тебе но это не работа дальше с ним как ты работал с ним до вице директорства и тогда он окрепнет он будет сильным он будет чувствовать себя лидером а не будет чувствовать лидером тебя и его люди это будут чувствовать что самое главное вот этот момент очень очень важен вот Алена пишет моя ошибка да это ошибка у всех да что ж такое это мне тут пишут ладно меня такой муж называет определенные моменты тебе нельзя так поехали синергия методик вот кто-то приходит и говорит так я хочу работать только этим методом хочу стать лидером другой хочет только этим методом хочу стать лидером ребят чем больше методик вы используете запомните это навсегда тем быстрее и тем больше процент того что вы станете лидером если ты пришел тебе дает школа или спонсор пять методик ты говоришь так это не буду рожей не вышел светиться да это не буду нет у меня знакомых я вообще не хочу с ними разговаривать ой а это надо какие-то сторис записывать да я живу в хрущевке что я там покажу а и тут еще да что-то надо делать посты писать ну ладно один неделю напишу ой остался один метод классно ну вот им я и буду ребят да ерунда полная никогда такой человек ничего в бизнесе не добьется пример ты хочешь стать например художником да ты приходишь в школу в художественную школу и говоришь научите меня ты сама-то ты сама-то кем работаешь топ-лидер компании биоси сетевой маркетинг на вас зарабатываю все правильно не могу не ответить на тебе что-то Данил еще не зарабатываю вот неувязочка как-то вышла чуть-чуть юмора тоже надо что кто-то приносил итак хочу стать художником да и тебе говорят надо научиться допустим писать картины маслом писать картины ню писать картины там допустим карандашом я не специалист в этом я приблизительно вам показываю о чем речь человек говорит вот маслом я писать буду но только рисовать природу все остальное вы можете даже не учить как вы думаете этот человек станет настоящим художником и будут ли его картины продаваться в будущем самореализуется ли он в этой профессии пожалуйста ответьте мне кто считает как станет ли он настоящим художником да или нет если нет ставьте лайки и плюсуйте если нет все он не станет инстаграм слышно видно так же и здесь ребят так же и здесь если вы ну конечно нет скорее ни о чем да он не берет все методики благодаря которым он картину собственное сможет нарисовать да и он сможет быть разноплановым художником вот отклики пошли так же и здесь ребят если ты хочешь если ты пришел на большие деньги если ты хочешь стать специалистом а только специалисты будут большие деньги получать ну соответственно вы понимаете о чем речь Галина пишет Лена вот как проводить прямые эфиры когда тут оскорбляют ну вы же понимаете кто вас оскорбляет да люди которые собственно сами вряд ли чего-то в этой жизни добились да и собственно которым заняться нечем это все меня например это все смешит уже да и я понимаю что плохая слава это тоже слава особенно посмотрите ну это скорее всего молодые парни парни да у которых не очень не очень сквозь чем вообще в принципе в принципе не очень только пожалеть это слово жалу так я сейчас просто их блокирую если они вам мне они вообще не мешают они меня веселят а если вам мешают блокируют так ребят мы скоро заканчиваем и еще один очень важный момент да почему уходят люди они уходят вот по тем причинам потому что неправильно вот эта вся конструкция простроена но если ушел человек вы должны понимать вот смотрите у вас есть первая линия если вы видите что кто-то в первой линии не работает но под ним есть люди идите в глубину смотрите выявляете хороших партнеров или же бывает такое что и в первой линии человек хорошо работает и у него звездочка растет найдите время поработайте с этой звездочкой тоже помогите точнее вот своему бриллиантику да потому что очень часто бывает такое что мы мы вот как бы ну не работает человек все значит и его команда не работает нет там может оказаться человек который сделает вам хороший результат сделает себе в первую очередь хороший результат и таких людей надо выявлять и с ними тоже работать поэтому сегодня вам задание возьмите посмотрите по своей команде если человек который в первой линии не идет на контакт или медленно работает познакомьтесь с людьми которые у него в команде и поработайте пожалуйста с ними есть такое есть такое вот и в принципе если вы будете вот это все применять то о чем я вам рассказываю будете относиться к людям по-человечески искать компромиссы позиционировать себя правильно вести правильно по школе да и что должно быть в школе обязательно в школе самая первая должна даваться человеку стартовая школа в котором он должен изучить всю информацию о продукте о компании о бизнесе и обязательно он должен уметь презентовать бизнес новичкам вот от того как он презентует бизнес и это должно быть в обучающей школе от этого зависит будут ли запускаться у него в бизнес люди поэтому первоначально должно быть обязательно это также в школе обязательно нужно обучать как вести переговоры многие сливаются на переговорах пока человек не научится делать вести переговоры грамотно в рекрутинг ему уходить нежелательно особенно если он без опыта даже я бы сказала нельзя поэтому у нас в школе этот пункт выделен отдельным днем и у кого нет еще школы своей не страшно этот пункт вы можете сами доработать и дать ему человеку поэтому это вообще не проблематично также у меня есть хорошее видео на канале проведение переговоров если кому-то нужно пишите я скину или даже на сторис запишу и прикреплю это видео если новичок после стартовой школы замолкает что делать то есть на совсем пропадает всегда я говорю обратитесь к человеку и узнайте ведь поверьте у нас мысли не всегда совпадают с мыслями человека мы сразу что себе придумаем значит ему это не нужно значит все он сбежал очень часто бывает не так совершенно не так очень часто бывает бывает такое что ну вот человек просто отвлекся ведь смотрите это вы уже здесь например зарабатываете деньги и вы понимаете что в этом бизнесе деньги есть а человек может прийти он еще не прочувствовал ни денег ни команды у него нет и он ну так немножечко скажем так легкомысленно к этому отнесся и ваша задача развернуть его в свою сторону то есть напишите привет ты куда там пропал допустим может тебе помощь моя нужна смотри вот у нас уже результат есть определенный просто вот по чесноку как говорится по честному что у человека в жизни может у него там ребенок заболел и помоги ему в этом там дай совет пару советов вот я ребенка так-то лечу да войди с ним в контакт человеческий запомните если вы будете человеком в этом бизнесе а не как правильно сказать а не роботом который хочет просто здесь заработать то люди будут это чувствовать они намного охотнее будут к вам приходить в бизнес но если человек вам говорит ну и скорее всего вам или не ответит если человек уже вот точно не хочет или он вам напишет ну прости мне просто стыдно было там сказать да многие просто стыдно сказать ну не хочу не мое может быть да и твоя задача или дальше проработать его моменты то есть что сделать проработать его как это слово это называется мы прорабатываем ребят ну когда тебе человек что-то говорит а ты это прорабатываешь блондинка включилась как это называется когда человек тебе что-то в ответ говорит возражение вспомнила проработать возражение его или отпустить его с Бога да спасибо Таня в общем так но в любом случае вы должны понимать что человек может так же есть процент того что он просто отвлекся в чем-то другим для него еще этот бизнес важность бизнеса еще не понятна только поэтому он себя вот так вот и повел вот все в принципе если есть вопросы отвечу и пора вас отпускать напишите узнали ли вы что-то новое для себя прояснили ли вы что-то новое для себя осталось то есть